Hi there, it's Nastya и моя рубрика Handy Hacks. Вы уже размышляли о том, что ждет учителей и образования в целом в будущем, после всех этих перемен? Самоизоляции, вируса, кризиса и тотального перехода в онлайн? Кажется, мир уже никогда не будет прежним. Я недавно поймала себя на такой мысли, что как будто перемены эти назревали уже давным-давно, и кризис как будто бы дал им такой толчок. Теперь все будет по-другому. Давайте порассуждаем об этом вместе. В то время, когда я заканчивала в школу, только начали вводить систему электронных журналов, и я помню, что ни учителя, ни ученики, ни их родители не считали это чем-то полезным. Пожилые учителя отказывались работать по новой системе, потому что они в этих компуктерах ничего не понимают. А мы, ученики, постоянно теряли логин и пароль. Короче, как это обычно бывает, зоной комфорта. Все новое вызывает стресс. И чтобы перестроиться, надо потратить внутренние ресурсы и бла-бла-бла. К тому моменту, как я проходила практику в прошлом году, это была обычная московская школа, электронная система работала на 100%, и смарт-доски тоже были не новинкой. И если раньше у учителей и учеников, слэш, их родителей, были какие-то сомнения насчет перехода в электронную эпоху, то коронавирус сейчас нас просто принудил к этому. Такие обстоятельства не оставляют никакого выбора, как кроме принять тот факт, что технологии, образовательные платформы и интернет – это не опция. Это необходимая часть нашей жизни. И умение пользоваться этими ресурсами для современного человека просто обязательно. Родители, которые придерживаются старомодных взглядов и не разрешают своим детям пользоваться интернетом, например. Да-да, такое мракобесие все еще существует, и, к сожалению, встречается нередко. Эти родители, наконец, могли осознать, что интернет – это необходимость, и что это такой же источник знаний, как библиотека или школа. Да, сама школа сейчас в интернете. Мне это чем-то напомнило сериал новый на Нетфликсе «Unorthodox». Там тоже героям нельзя было пользоваться интернетом и смартфонами. Но это очень оптимистичная картина. Кого-то родители оставят на второй год, не смогли наладить онлайн-обучение, ребенок оказался сам не готов к такому формату. На это есть масса причин. И все это наводит на мысль о том, что такое образование. Это привилегия или базовая потребность? Если это привилегия, то преуспевать будут те, у кого есть большая квартира и возможность заниматься отдельно, не мешая никому в семье. А еще стабильный интернет и современный гаджет. В таком случае, что делать остальным? В стране, где 21 миллион человек живет за чертой бедности. Если образование – это базовая потребность, то кто в ответе за ее восполнение? Школы перешли на дистант. Уроки проводятся. Кто должен нести ответственность за техническую составляющую? Как мне кажется, чтобы система сработала, нужны коллективные действия. Не только со стороны школы и государства, но и со стороны самих обучающихся и их родителей. Но есть еще один нюанс, который я бы хотела затронуть. Много людей пошли под сокращение или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. В лучшем случае, они были переведены на удаленку. Дети учатся из дома, а это означает, что родители реально присутствуют на занятиях. Подруга моей мамы, у них семья оказалась в такой же ситуации, восхищенно говорит об одних учителях, а от других уроков у нее просто волосы дыбом стоят. В тему моего недавнего стрима про личный бренд учителя сейчас впервые в истории образования уровень компетентности школьного учителя заметен и за пределами школьного кабинета. Я спросила у своей ученицы, с которой мы уже больше года занимаемся дистанционно, готова ли она перейти в онлайн образование полностью. Она сказала нет. Почему? Потому что это так же скучно, как в обычной школе. Только там ее никто не трогает, и она может спокойно играть в телефон или общаться с друзьями. Надо сказать, что это очень умный и трудолюбивый подросток. Тогда я переформулировала вопрос. А что, если уроки будут качественными и интересными, а с друзьями можно встречаться после них? На это она ответила, что в таком случае предпочла бы дистанционную учебу, потому что плюсы очевидны. Подводя итоги сказанному, задам себе два вопроса. Это правда, что будущее за онлайн образованием? Да. Готовы ли люди к нему уже сейчас? Нет. Я думаю, что этот сложный период заставил нас пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Но нашему обществу нужно еще время, чтобы полностью диджитализироваться. Дети с радостью вернутся в школу, а их родители в офис, потому что там есть общение, и там за ними приглядывают. А дома надо самоорганизовываться. Да? Да, это много. Но одно я могу сказать точно. Моя жизнь никогда прежней не будет. На этом не все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вам любопытно порассуждать на нашу сегодняшнюю тему, то приглашаю вас в Sky Teach блог. Там сегодня выходит статья предсказания о том, что учителей ждет после коронакризиса. Ссылка на статью в описании. А если от кризисов вы уже устали, то заходите в наши социальные сети Sky Teach. У нас там сегодня запускается марафон хороших новостей в комментариях. Давайте поговорим уже о чем-нибудь приятном в самом деле. Да? Коронавирус! Разные... Что? Интернет! Как-то жестко сказала. Но я там очень бомбила, когда я сценарий писала, я прям просто... Что мне с языком? Я расту.